В этом году Городская Федерация Альпинистов отмечает 70-летний юбилей. Спортсмены тренируются на скалодроме, занимаются общей физической подготовкой, выезжают в горы в разные точки России. Валерий Иглин пришел в зал скалолазания по приглашению председателя Городской Федерации Альпинизма Сергея Коновалова. Как только он пришел на первое занятие, то сразу понял, что это его. На скалодроме он познакомился с Иваном Степановым, который тоже заболел горами, и перешел из легкой атлетики в альпинизм. Сейчас мужчины работают как напарники, страхуют друг друга на тренировках и на выездах в горы. Напарник в альпинизме – тот человек, которому доверяешь жизнь. И однажды Валерий действительно спас Ивана от несчастного случая. Я просто не подрасчитал свои силы и полез уставшим на стенку. И слетел. Выдрал два шлямбура, а третий меня поймал. И Валера, собственно, меня веревкой ухватил. То есть он пролетел где-то метров 8, наверное, свободного падения. Да, и Валера меня поймал в веревке. То есть все произошло буквально за полторы секунды. Я пришел в себя, когда я уже держал веревку. А я висел вниз головой. Ногами пощикал, поуперся и ушел в землю. В таких экстремальных ситуациях не до эмоций. Напарнику нужно действовать быстро и точно. Альпинизм проверяет спортсменов не только на физическую выносливость и силу, но и на мыслительные способности, так как мозг во время восхождения на вершину тоже работает на полную мощность. Члены федерации выезжают в Крым, Южный Урал, Хибины, Центральный Кавказ. Тренируются альпинисты на скалодроме, а также занимаются общей физической подготовкой. Каждый год в горы ходят порядка 10-15 человек. Когда меня спрашивают, какие горы самые красивые, я всегда затрудняюсь ответить, потому что был в очень многих регионах, и в стране, и за рубежом, и все они красивы по-своему. То же самое касается и сложностей. Можно всегда выбрать, вернее, и нужно всегда выбирать по своим силам горы, потому что главный принцип альпиниста – все-таки не только взойти на вершину, а вернуться живым и здоровым домой. В этом году Федерация альпинизма отмечает 70-летний юбилей. А история ее появления в Сарове началась в начале 1950-х годов, когда в город приехали три заслуженных мастера спорта по альпинизму – Сергей Ходокевич, Анатолий Багров и Любовь Пахарькова. Они и возглавили секцию альпинизма. При их поддержке прошла первая альпиниада Центрального совета физкультуры и спорта. Расцвет секции пришелся на 60-е и 70-е годы, когда в горы выезжали до 60 саровчан, среди которых было четыре мастера спорта. Были совершены восхождения на 7-тысячники, пик Ленина, пик Коммунизма, пик Корженевской и в 75-м году на Хантенгре. А участники ездили в основном на Кавказ вместе с нашими инструкторами. Вот максимально у нас выезжало до 60 человек в год. Присоединиться к городской федерации альпинизма может любой желающий. Занимаются спортсмены на скалодроме, спортивной школе и кар. Я тоже попробовала побыть немножко альпинизмом. Там залезла, в общем-то, на небольшую высоту. Это очень-очень сложно. Девочки, я скажу, что это очень хороший фитнес. Всем советую. Плавание – особый вид спорта, который полезен для любого возраста. Занятия в воде позволяют обрести легкость, стройность, размять тело и получить заряд бодрости. Спорт оказывает положительное влияние на человека. Но плавание – это особый вид спорта, который полезен для всех систем организма. Плавание подходит практически всем. Им можно заниматься почти с самого рождения. Приучая ребенка к занятиям в воде, вы направляете его на путь здорового развития. Плавание предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск застоя и улучшает возвращение венозной крови к сердцу. Плавать рекомендуют и для борьбы с лишним весом. Это отжимает лишнюю воду из подкожной клетчатки, увеличивает скорость обмена веществ и способствует более быстрому сжиганию калорий и жира в организме. Плавание формирует стройную мускулистую фигуру, так как задействует все основные группы мышц. Кроме того, эффективность упражнений в воде не меньше, чем на суше. Дополнительным плюсом выступает то, что нагрузки во время тренировок в воде ощущаются намного меньше. Поддерживающий эффект водной среды позволяет работать над определенными группами мышц более осторожно, если это необходимо. Упражнения в воде улучшают кровообращение в организме, нормализуя давление. Плавание снимает стресс, успокаивает, дает заряд энергии организму. Без чрезмерной нагрузки на сердце во время плавания улучшается работа дыхательной системы и повышается обеспеченность организма кислородом. У занятий плаванием нет побочных эффектов, как, например, боль в коленях у бегунов, разрывы мышц, болезненные ощущения в мышцах. Вода охлаждает и расслабляет. Вода охлаждает тело, что помогает не перегреваться. Организм находится в охлаждающей и успокаивающей среде, что позволяет дольше не чувствовать усталости и заниматься более продолжительное время, чем на суше. Так что, если у вас есть возможность посетить бассейн, постарайтесь ею воспользоваться. Посещать бассейн достаточно два раза в неделю. Если вы решили пойти в бассейн, то вам необходимо взять с собой купальник или плавки, шапочку, шлепанцы, мыло и полотенце. Плавать нужно не менее 45 минут в достаточно быстром темпе, чтобы при выходе из воды возникало чувство легкой усталости. Дышать ритмично. Вдох носом, выдох ртом в воду, что очень полезно при астме, бронхите и других заболеваниях легочной системы. При этом обязательно необходимо погружать голову, не боясь намочить волосы. Плавание с высоко задранной головой пережимает важные кровеносные сосуды, питающие мозг, создается напряжение в мышцах шеи, может усугубиться шейный остеохондроз. Температура воды, в которой можно заниматься плаванием, должна быть не меньше 20-25 градусов. Если вода холодновато, не спешите сразу бросаться на глубину. Сделайте несколько разогревающих мышц и движений на мелководье. Плавание позволяет за короткий срок обрести легкость, стройность, размять тело после ежедневной пассивной работы и получить заряд неиссякаемой бодрости. В здоровом теле – здоровый дух. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором ждут людей, готовых работать над собой. В зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет на бесплатные тренировки. Правильная поза, дыхание – важно сосредоточиться. Рывок, и вот тяжелая штанга, взмывает в воздух. В тренажерный зал Клуба здоровья Федор ходит всего год, но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, там подготовка к соревнованиям, и вот по ним уже начал заниматься, базу оттачивать, трейборья. Там присяд, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все. Валерий Краснов занимается в Клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Слана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе, и тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы центра внешкольной работы – это островок спорта. На котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру в наши тренажерные залы, которые располагаются в Клубе здоровья, мечта и Греция. Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова